Всем привет-привет, с вами Флешка и это Женские Игры, и мы продолжаем играть в игрушку Создателей. Юху, я практически закончила ферму. Почему практически? Потому что одного рецепта у меня, к сожалению, не оказалось, и я думала-думала и решила не заменять, а подождать, пока я найду этот рецепт и сделать все как надо. Плюс, что еще хочу сказать, если вы надумаете строить амбар, учтите, раньше, вы помните, маяк у меня стоял здесь, и я привыкла, что где маяк, там, собственно, и вход, но нет, нет, здесь маяк находится с попой, через попу, да, да, ну, не посчитайте это ругательством, оно действительно сзади находится, вход с той стороны. Пришлось, к тому моменту, когда я это осознала, я уже построила два слоя, и пришлось это все сносить. Что еще было загвоздкой в строительстве этой фермы? Мне нравится, как я вписала это в дерево, серьезно, мне нравится. Я довольна, я довольна, что здесь осталось такое местечко, знаете, зелененькое. Еще одной загвоздкой стала тиновая крыша, ребята. Во-первых, чтобы добраться до тиновой крыши, вам надо сделать вот такие Dark Stuckowall. Короче, вот эти стеночки Stuckowall, Dark Stuckowall, Rudy Stuckowall, это все делается из камушков, из каньонного биома, так что смело их-то набирайте, всех цветов и раскрасок. Видите, они еще сюда идут. Кто там клацает возле меня? Господи, как они достали. Всех раскрасок и открываются следующие рецепты. В общем, когда я сделала Dark Stuckowall, у меня открылся рецепт на тиновую крышу и на Dark Stuckowall окошки, которые нам нужны были именно для этой постройки. Но посмотрите на эту крышу, посмотрите на ее рецепт. Ну, обсидиан это же еще полбеды. Я такая, да фиг с тобой, сейчас навзрываю, накопаю этого обсидиана. Но тут же, я сначала подумала, что это Stone Sliver, расслабилась. А потом мне ребята сказали, что там железо используется и лучше бы их заменить. Я скрафтила все остальные крыши. Я вот на эту смотрела, потому что по крафту она попроще. Скрафтила их, поставила рядышком с этой и поняла, что это все не то. Что я, в принципе, чтобы боковинку сохранить, можно было и вот эту. Но здесь тоже Iron Slap. То есть меня волновала именно вот боковинка. Вот этот треугольничек, который вот здесь такой ярко-серый. Вот. Здесь он такой земляной. То есть ни один не подходит. Я плюнула, сделала себе много обсидианных перчаток и пошла копать. К счастью, мое какое-то проклятие без железья было снято с меня. И я накопала немного железа, перевела это все в слэбы и закончила эту крышу. Я очень довольна. Потому что, ну, мне нравится. То есть вы начинаете что-то строить, у вас возникают проблемы, вы начинаете их решать. Это и есть игра, собственно. И когда вы преодолеваете все эти преграды и смотрите на это замечательное строение, чувствуете какую-то победу, еще что-то. Вот. Все блоки я уже поставила, кроме одного. Это декоративный вудфлор. И его можно вытянуть только из сундучков на лавовом, кажется, уровне, если я не ошибаюсь. Или даже на сталактитовом можно. То есть у нас на улице спавнятся деревянные, потом железные. Кажется, золотые или там еще чуть-чуть ниже такие красненькие. Вот. Вот где должны быть эти блоки. Ничего, я их подожду, я их подожду. Животных я уже переселила. Я решила, те, которых у меня много, будут жить в загончиках. Вот курочки, вот эти животинки. А всех остальных, которых я держу в единичном экземпляре, я еще не решила, кого бы я хотела побольше. Они будут жить у меня вот на внешних таких загонах. Здесь у меня еще крабик живет. Он звуки противные издает, поэтому пускай будет на улице. Вот такая вот ферма флешки. Еще здесь можно подняться на второй этаж. Это чисто такое декоративное место, но очень симпатично. Мне очень нравится. Много ушло красителя. Да, красного красителя ушло нереально много. Чуть меньше стека. Это реально много, потому что делается он только из красных цветов, которые вот, условно говоря, на березках растут. Вот. Много заборчиков. Но от этой постройки я получила больше удовольствия, чем вот от этой. Это слишком замороченное, а это очень приятное. Итак, чем мы займемся сегодня? Я хочу немножечко расслабиться. Немножечко меньше информативности, больше декоративности. Ой, там опять эти. Я, конечно, плохо одета для них, но у меня много банок. Убивая их, я еще один рецепт выбила. Очень-очень вкусные ребята, я вам скажу так. Главное не умереть. А так они очень вкусные. Эй, эй. Ну что ж ты так высоко-то меня бросаешь? Я больше ножки ломаю, чем ты меня бьешь. Нет, не поделился на этот раз рецептом. А что я из него в последний раз выбила? Я из него выбила, опять-таки, какую-то стенку. Кажется, вот эту. Бандит, вайзер, это вуд, вулл. Короче, замороченное название. Фиг-фиг выговоришь. И здесь еще блоки симпатичненькие, которые я бы хотела скрафтить, посмотреть на них. Это вот такие вот. Вот такие вот. Но, к сожалению, у меня нету Adobe Brick'ов. Я не понимаю, с чего они крафтятся. Вот это Iron Wall. То есть по внешности это что-то... Что-то, что-то с грязью связано. Если ее обжарить, там что-то такое определенное получается. Ну, непонятно. Непонятно. Как-то совсем непонятно. Это что у нас? Это Healing Beacon. А, здесь у меня еще копалка не открыта. А вот же ж она. Я бы еще хотела сегодня с вами затестить эту штуковину. Я не знаю, многоразовая она или одноразовая. Нет, судя по тому, что здесь 4 штуки, она все-таки одноразовая. Она одноразовая и требует на себе 6 железа. Но я лучше ручками покопаю. Ну, серьезно. Серьезно, зачем делать такие дорогие рецепты? Это при том, что эта копалка может копать только поверхностные блоки. Но это совсем не серьезно. Это даже не уровень обсидиана или там еще чего-то. Ей, рецепт! Такой же, как и был. Я вот не знаю. С животинок можно выбить только определенные рецепты. Или же там с животинок определенного уровня. Или еще чего-то там какие-то идут. В общем, сегодня я хочу переехать. Наконец-то я хочу переехать. Вы уже видите. Животинок я вот сюда забрала. И сделала, собственно, телепорты. Кстати, здесь как-то очень мало света. Вам не кажется? Давайте сделаем лампочки. Ну, слишком мало света. Факела, я думаю, не встанут как-то так. А, не встанут! Ой, смотрите, как симпатичненько. Вот так вот два факела повесить. И здесь. Для симметрии. В принципе, в этих зданиях не сильно заморачиваются симметрией. Вот серьезно. Нет, ну, с одной из... Я понимаю, что симметрия это красота дураков. Это фотографы любят так говорить. Но, в принципе, как-то иногда хочется там, чтобы... Хотя, это не критично. Просто в амбаре там с двух сторон различные штучки были расставлены из сена. Они чисто декоративные. И они были не симметричные. И когда я строила, то у меня такая закрадывалась мысль... Ммм, а может что-то неправильное дело? Итак. Это у нас мгновенный телепорт в пределах базы. Что я хочу, что я хочу. Я уже не помню, как я вам рассказывала. Но, кажется, я хочу процессинг по центру сделать. То есть у меня будет здесь штучек 5-6 машин. Я посмотрю, как будет удобно ходить. 5-6 печек, 5-6 этих процессинг-машин, кажется, так они называются. В общем, а все остальное хранение разместить по периметру. И, не знаю, возможно, табличками как-то там... Вот табличка. А здесь у нас будут там камни. Или же по уровням как-то разделить. Я еще не знаю, как это все будет хорошо выглядеть. Так что сейчас спускаемся вниз. И нам надо доделать, конечно же, вот этих процессинг-штуковин. И начать их потихонечку размещать там наверху. Значит, процессинг делается из дерева, стоуна и лиан. Лианы у меня должны были остаться после всех наших приключений. Приключений. Папа-папа-пап. Дерево. У меня уже такая мысль была, что у меня дерево закончилось. И стоун. Просто стоун. Огромное разнообразие блоков вот этих породных просто вгоняет меня иногда в ступор. Очень мне понравились вот белые вот эти блоки. Белые. Просто красотень. Мне безумно они понравились. Причем есть еще такие чуть-чуть молочные. Смотрите, сколько их видов. То есть это чем-то мне чизл напоминает. Исчё обсидиано. Они безумно красивые. Ну вот блоки соли. Это они там. Это у нас салтрок, который на сталактитовом уровне. Это лиместоун, который уровнем выше. И слизенька. Слизеньку можно еще на сталактитовом уровне с этого муда. Да. Звучит как-то не очень хорошо. Насобирать. Стеночка очень красивая. Очень такая неженькая. Так раз, два, три, четыре, пять, шесть. Те, что у меня стоят, я в расчет не беру. Потому что, во-первых, возле фермы мне понадобится обязательно один процессинг. Так я решила, что сундук там с тем, что растет на ферме, будет там стоять. Потому что мне так будет удобнее. И также печки. Нам еще нужны деревянные слэбы. Слэбы у меня остались. Я как-то с перепугу их наделала слишком много. И обязательно нужна какая-то огромная система для хранения дропа. Моб дропа. Потому что много собирается. И еще, так как я нацелилась на то, чтобы добыть практически все рецепты, то и дропа будет больше еще. Итак. Места у нас слабо кончились. Серьез ли? Ты что, ты бы дрог? Вот я сейчас пущу. То, что по единичке прям постоянно пускаю на какие-то расходники. Семечки отсюда заберу. Семечки мы к ферме потом переселим. Пожалуйста. Одну, одну пластиночку. Давай. И последняя. Хе-хе-хе-хе. Взяла бедрог и распилила. Взяла и бедрог распилила. Зачем флешка? Все, 6 надо. 6. 6 слэбов. На одну печку. Прям майнкрафт какой-то, что ли. Животинки очень увлекательны. Они, вот если их кормить правильно, столько всего дают. Я очень-очень-очень ими довольна. И так. Раз, два, три, четыре, пять. Э, шесть. С этой стороны поставлю также печки. Как-то не очень выглядит. Но я не знаю, как такое огромное пространство хорошо приспособить. А сверху можно, например, полочки поставить или еще что-то. Нет, в полочках много всего не хранится. Что у нас еще есть? О, я еще смотрела на вот эти сундуки архитектора. А здесь пишет, сколько блоков тебе хранится. К сожалению, не пишет. Но он побольше. Он реально очень вместительный. Ну, выглядит некрасиво. Вот, вот, меня сдерживает только то, что он выглядит некрасиво. Серьезно. Как-то вообще не очень. И свой телепорт, тот, что на Т, я тоже сюда перенесла. Ну что ж, процессинг мы уже сюда задвинули. И теперь нам надо много сундуков. Возможно, дверь не надо закрывать, потому что сюда постоянно крабы идут. Деревянные сундуки делать не хочу. Да и эти архитекторские не хочу делать, потому что они некрасивые. Остановимся на каменных. Мне нужны слэбы. Мне нужна вот эта штуковина. Растопленный воск. Спасибо. А то я уже не знала, как тебя назвать. Семечки. И сколько у меня получится сундучков? У меня получится их целых пять. Невероятная щедрость. Пять сундуков. Это просто немыслимо. Давайте я напилю еще стоуна. А сундучки уже можно будет ставить. Таблички может еще сделать. Или же я осилю запомнить, что где. Просто по центру, наверное, я бы поставила моб дроп. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Эт. В принципе, вещи еще можно как-то вертеть. Если нажать R. А я не знаю, как. Я точно знаю, что их можно вертеть, но как? Непонятно. Здесь у нас будут сундучки с моб дропом. Я думаю, что мне их хватит. В эту сторону пойдет все растительное. Это древесина, растения, мед, воск. А в эту сторону пойдет каменная. А здесь под стеночкой будут самые ценные ресурсы. Это, например, обсидиан. Либо по два сундука. То есть обсидиан, уголь, железо, алмазы. И алмазы можно вместе с люминитом держать. Это что так сильно приподнимает тебя? Прямо под потолок. Интересненько. Очень не хватает каких-то полочек вменяемых. Это не вменяемые полочки, потому что в них нельзя положить стек. Там только по одной вещи хранится. Их можно использовать, чтобы там возле огорода положить, я не знаю, эту тяпочку. И все. Хорошо. Складываем сюда моб дроп. Как его еще сортировать, я даже не знаю. Доделаю еще сундуков и сброшу весь свой инвентарь. Вернусь к вам через секунду. Итак, я обросла еще большим количеством сундуков. Начнем с того, что земляночка уже полностью освобождена. Все. Ничего здесь не осталось, кроме факелов. Закрывать я ее не буду, так как это вход в шахту. Или же закрою и сделаю туда телепорт, чтобы даже не было. И как-то чуть-чуть сравняю это. Хотя не знаю, стоит ли. Ну, хотя бы чуть-чуть нарастить надо бы. И, собственно, по сортировке у меня начали нарастать сундуки вверх. Думаю, дальше не пойдет. Постараюсь использовать то, что есть. Здесь у меня три сундука. Получилось вот того, что я делала буквально по одному крафту, чтобы открыть следующие рецепты. Конечно, получилось этого много добра. Вот. И оно не совсем мне надо. Но и выбрасывать очень-очень жалко. Так что давайте пойдем немножечко порасставляем всяческое. Всяческое. Ну, здесь, собственно, понятно. Это как бы результаты крафтов или строительные блоки, грубо говоря. Здесь у меня будет древесинка. А здесь все, что связано с растительностью. И также медок, листья и так далее. По моб-дропу не так уж и много. Я рассчитывала, что будет больше. Очень много у меня блоков оказалось. Я их попыталась как-то по уровням рассортировать. Надеюсь, что когда буду искать, это мне поможет. Ну, это уровень как бы ада. И то, что я приносила из дальних земель. В принципе, можно взять вот эти блоки и сделать... Хотя потом сделаем и вам покажу. Здесь поставила сундучок. Это у нас бомбы сундуки. Вот это сейчас заберу, положу наверху. Поскладываю это там. Это у нас как бы... Как бы это назвать? Это уже и не сырой материал, но ни к какому уровню добычи я его отнести не могу. А здесь уже по уровням добычи. Это у нас уголь, обсидиан, магнетит. Это у нас железо. Бедненько, правда? И это у нас алмазы, турмалин. Думаю, сюда и люминит складывать, потому что слишком велика честь, как бы отдельный сундук. Теперь я поняла, что у меня очень мало угля. Надо бы на пережарку использовать все-таки древесину. Для этого ее надо подкопить побольше. Вот. Вот так вот. Ой, давайте сразу сделаем еще одну кроватку. Мне там для фэн-шуя не хватает одной кроватки. И вот теперь испытаем нашу систему. Очень плохо то, что... Испытаем систему. Я уже забыла, где это лежит. Вот это, кажется, то. Да. Что хотела сказать? Очень плохо то, что нельзя скроллом взять из сундука одну штучку. То есть приходится брать... А, еще каменные палочки надо. Приходится брать вот целую-целую фигу, целую пачку. И так, еще одна кроватка мне пригодится. И мне нужны еще книжные полки. Но я не уверена, сколько. Так что возьму с собой ингредиенты и доставлю книжных полок. Итак, здесь у меня будет такой спальный уголок. Да, две кроватки. Потому что для симметрии. Красота дураков и флешка и так далее. Я... Ну, не вписывается она мне сюда вообще никак. Здесь есть лампы, но для... Что за звук был? Но для антуража я бы здесь повесила еще вот так вот. Два факела. Я надеюсь, что ничего не загорится. Это все-таки соломенная крыша. Но я не знаю, есть ли здесь пожары. Также я крафтила вот такие вот wood planter. Я не знаю, есть ли stone planter. Нет, есть fire pit. Stone planter. Ну, разве что в скрытых рецептах. И сюда положила саплинг. Потому что он единственный выглядит как растение. Все остальное выглядит, блин, как блок... Как блок листвы. Серьезно. Здесь у меня такой уголочек для чтения. Вот зачем мне нужны книжные полки. И мне надо семь книжных полок, чтобы закрыть всю эту стенку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. В книжных полках я буду хранить рецепты, которые у меня повторяются. Вот, собственно. Также буду хранить странички, которые я нахожу по миру. На страничках история главного героя, как он сюда попал и как здесь выживал. В принципе, эту книжную полку можно было бы выдвинуть на один блок сюда. Но пускай будет так в стене. Очень мало всяческих декоративных штуковин, которые можно было бы расставить. То тут, то там. К сожалению, здесь я поставлю стульчики. Не знаю, у меня и сюда вид хороший. Нет, наверное, сюда, к водичке. А тут он как-то не вписывается. Хорошо. Поставим здесь... Нет, не тебя. Поставим стульчик. Стульчик. Это стол и стульчик. Стульчик. Поставим здесь стул. Не знаю, не знаю. У меня еще есть вот эти фаерпиты. Пускай вот здесь стоят. Побольше света, побольше... Побольше всяческого. У меня еще два есть. Куда бы их тыкнуть, даже не знаю. Куда бы их присобачить. Ну хорошо, не буду с ними заморачиваться. Просто сложу сундук. Также у меня есть вот такие штучки для брони. Раз, два, три. Нечетная. Отменяется. Где это можно сложить? Здесь тоже не получится. Можно поставить вот так вот. Нет, плохо выглядит. Они такие каменные, такие несуразные, я бы сказала. Мне не нравятся. Еще и физик. Плышка в раздумьях. Здесь можно поставить. Буду ли я спотыкаться об этом? Возможно, чуть-чуть. Также у меня есть полочки. Короче, все поближе к кроватке. Буду тыкать. Вот. У меня еще есть полочки. О, можно еще сюда их. Даже так встало. Ничего так. Нормально. Кстати, вот этот фаерпит можно поставить на полочку. И он на полочке тоже будет гореть. Я могу выбрать, в какой слот тебя тыкать? Почему-то вот средний слот получается сбоку, а первый слот посерединке. Пускай будет посерединке. Оно немножечко горит. И выглядит симпатичненько. Ну что ж, все, что я крафтила, я уже расставила по углам. Скудненько, я вам скажу. Так выглядит как-то. Очень не хватает всяческого декоративного. Вот. Вот чего не хватает, того не хватает. О, я хотела посмотреть на эти штуковины. Я крафтила ковры. Я на них даже не взглянула. Вот есть желтый, есть синий и есть, собственно, красный. О, на что хотела обратить еще ваше внимание. Давайте здесь посмотрим. Вот смотрите, окошки. В принципе, это вот такое вот маленькое окошко. Но оказалось, что если его соединять, то у него соединенные текстуры выглядят очень хорошо. Очень. Я не ожидала, что будет так хорошо выглядеть. Что у нас с ковром? Нет, у ковра нету соединенных текстур. Но он очень милый. У него такая вязаная текстура. Это такой же. Вот такой в клеточку. В принципе, где-то он бы пришелся к месту. Да. Очень даже, очень даже. Также мне надо будет доделать сундучков, так как я вам и говорила, что у каждой животинки будет рядышком стоять свой сундук, в котором будет лежать еда именно для этой животинки. И также я буду туда складывать дроп именно с этой животинки. Может время от времени, когда там чего-то будет набираться стек, можно будет это относить в главный моб-дроп. Животинок у меня там много, а сундуков не хватит. Сундуков достаточно будет деревянных. Так что вот так. Давайте мы что-то скрафтим вкусненькое сегодня. А то как-то совсем, совсем без крафта я это... одолевают меня нужды, нужды покрафтить. Давайте скрафтим крутой меч. Я бы... Насчет железа я еще его накопаю. Мне очень хочется крутой меч. Я уже забыла, где у меня железо лежит. Итак, мне нужны обсидиан слэбы, слэбы, палки. Мне нужна нитка. Также мне нужна кожа из джунглевой свинки. Есть. И еще мне понадобится зуб из червя, из адского уровня. У меня на этот счет тоже есть некая идейка, как можно себе облегчить эту задачу. И у меня открылся следующий уровень крафта. Здесь уже используются алмазные слитки, железные палочки, обсидиановые палочки, арктический миру Ай. Это значит, что мне надо еще арктического миру приручить. Надо себе записать арктик миру обязательно. И червя. Червя. Насчет червя я вам скажу так. Это не тот червь, который бегает на сталактитовом уровне и дропает порох. Это тот червь, который на обсидиановом уровне, и он статический. Или же нет. На сталактитовом, мне кажется, его тоже встречала. Только очень редко. В чем его фишка? Он статический. Он не передвигается. Его приручить можно, но перенести нельзя. Поэтому у меня в голове зреют идеи, как это забахать и как с этим попороться. Возможно, сейчас вам покажу. Вот, собственно, что я наваяла. Что это? Что это вы спросите? Насколько я понимаю, здесь монстры не привязаны к локациям. Они привязаны к блокам, на которых спавнятся. То есть, если я, например, принесу из джунглей вот этой диртитуса, но только я не знаю, какую площадь надо делать, то на ней обязательно заспавнится свинка вот эта агрессивная. Видите, я принесла из каньона эти кактусы и на них постоянно спавнится. О, очередной заспавнился. Давайте на нем испробуем наш мечик. Вот. Здесь спавнятся вот эти. Возможно, если бы я этого красного камня еще где-то наставила, то там бы 3, 4, 5, 6. 6 ударов. Он даже не успел меня ударить. Это просто прекрасно. Вот. И если бы я принесла, например, каньонного камня, очень даже вероятно, что начали бы спавниться вот эти големы каменные. То есть, монстры привязаны к блокам. И я решила, что раз такое дело, раз такие пироги, давайте сделаем комнатку для червя. Возможно, мне повезет, и здесь заспавнится червь. Не буду утверждать, что мне повезет или еще что-то, но я буду очень надеяться, его здесь убивать не буду. Я его постараюсь приручить. Возможно, я сделала слишком маленькое пространство, потому что 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре. У меня только на это хватило вот этих блоков. А идти копать мне не хотелось. Возможно, мне стоит дождаться ночи. Я сейчас сделаю секундный для вас перерыв. Дождусь глубокой ночи, хотя бы 12 часов или часа ночи. И посмотрю, что произойдет. Надеюсь, у нас что-то заспавнится. Смотрите, кто меня встречает. Смотрите, кто меня встречает. Злобные тварички. Одну я хочу приручить, но не две. Значит, комната работает. Ребята, это однозначно. Так, умри хотя бы одна. Я вторую приручить хочу. Пожалуйста, а то сейчас обеих убью. Они очень противно плюются огнем. Да умрешь ты в конце концов-то или нет? Флешка и круговая тактика. Это вообще практически нереально. Все, отлично. Эта прелесть дает нам. Так, все. Я хочу тебя приручить. Эта прелесть дает нам порох. Это замечательно. Я не знаю, почему она сейчас в меня не плюет. Огнем. Она просто поджигает жутко. Это невероятно. Она жжет как какая-то. И она встречается как на столоктитовом уровне, кажется. Так и на адском. Да, это ее привычный, так сказать, ареал обитания. Червь, к сожалению, не заспавнился. А ты, пожалуйста, пожалуйста, фоллов, дружище. Давай без этого. Иди сюда. О, все. И здесь стой. О, она неприходливая. Она кушает просто сэндвичи. Замечательно. Это меня радует. Вот как-то так, ребятушки. Так что система работает. Наверное, только ночью или же какой-то промежуток времени. Или же мне надо отойти, потому что я за это время еще наверх бегала. Там сундучки взяла туда-сюда. Короче, развлекалась немножечко. Но даже при таких раскладах это очень хорошо. У меня даже закралась такая мысль, а не сделать ли для каждого биома такую штуковину. Потому что, знаете, сделать кусочек снежного биома, не знаю, растает ли. Но здесь такой умеренный климат. То есть и лава не застывает. Вот если эти блоки поместить в зимний какой-то биом, они там должны превратиться в харденет, вот в эту. А, игныус рок. Ну, короче, она там застывает. Либо же, если вы снег поместите в саванне, то он, скорее всего, растает. Скорее всего. Не буду утверждать, но скорее всего. Так что вот такой вот лес с умеренным климатом, это, наверное, лучший вариант для проживания. Потому что у вас больше всего, больше возможностей в общем в таком биоме. Ну что ж, ребята, я довольна. Мы приехали с землянки. Будем потихонечку обживать домик. Мне здесь уже начинает нравиться. Немножечко неудобно, но достаточно симпатично. Теперь у меня есть причина не пропускать ночь, потому что я еще не уверена, с ночью это связано, или же все-таки только с комнатой. Но будем надеяться, будем формить. У меня колокольчик сломался. Это плохо. Будем формить и в следующей серии займемся чем-то интересным. На этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока.